Это не первый гуманитарный груз, который собран при содействии инициативной группы «За наших». Ранее установили прямые контакты с военнослужащими, выходцами из нашей республики. Гумпомощь собирается исходя из пожеланий бойцов. В этот раз была большая просьба со стороны военных медиков, кстати, тоже жителей республики, помочь в приобретении автомобиля повышенной проходимости. Сказано, сделано. Активную помощь в приобретении автомобиля Нива оказал руководитель КПРФ по КЧР Кимал Быттаев. В списке пожеланий особняком просьба привезти свежие продукты. Сохта, айран, хачины, сыры, чебуреки, лимонад, нарзан и много питьевой воды. Гуманитарный груз сопровождали руководитель группы «За наших» Асхат Айсандыров, водитель «Газели» Шахерезада Салпагарова и сотрудники телерадиокомпании ГТРК «Карачаева-Черкесия» Лилия Шаштаева и Расул Бердиев. И вот, упаковав груз, делегация выезжает в путь. Дорога лежит через посты и границы. Вскоре перед взором встает разрушенный многострадальный Азовсталь в Мариуполе. Здесь можно было бы снимать фильм о конце света. Антураж соответствующий. Всюду обломки зданий, расстреляны заборы, разбитые авто, стоит запах гари. Вдалеке виднеется стройный ряд новых жилых многоквартирных домов, как символ новой мирной жизни. Конечный пункт поездки – город Бердянск, военный госпиталь. Здесь работают наши земляки, военные медики. И первый вопрос начальнику медсанчасти – в каких условиях проходит лечение военнослужащих, если недостаток в препаратах? Все здесь хватает, помимо обеспечения с Министерства обороны, еще гуманитарная помощь есть в плане медикаментов. Это наш первичный этап. Мы здесь, в первую очередь, осматриваем пациентов, потом распределяем хирургических пациентов, терапевтических, неврологических, всяких бывает, и урологических тоже. Если что-то мы тут не справляемся, то мы их переводим сперва здесь в больницу, в центральную. Там чуть более контингент, там реанимация хорошая. У нас и реанимационное отделение есть, все есть. Но тем не менее, чтобы лучше оказать медицинскую помощь, мы приняли решение все-таки таких тяжелых пациентов, отправлять туда, в городскую. Если там не справляются, мы дальше отправляем в Мельтополь, и оттуда уже идет распределение дальше. Если экстренное какое-то, имеем возможность вызывать вертолет, на вертолет и отправляют туда дальше, по этапу. Так что вот так, работа организована, все нормально, специалистов хватает. Есть два анестезиолога у нас, травматолог есть, в штате хирурги, терапевты. Все нормально, палаты хватает, помещение есть. В импровизированной торжественной обстановке вручили памятную медаль руководителю инициативной группы «За наших» Асхату Айсандырову. От лица комиссийской партии Карачао-Черкесской республики, лично Кемала Баттаева, хотим поздравить памятную медалью, наградить руководителя группы «За наших». Спасибо за помощь. Спасибо всем большое. Для меня это очень приятно. Самая высшая награда в моей жизни. Мы будем все время помогать вам. Спасибо всем большое. Активисты привезли с собой флаг Карачаева-Черкесии, который установили на крыше военного госпиталя. Затем по просьбе самих военнослужащих записали пожелание и благодарность в адрес неравнодушных граждан республики. Огромное спасибо всем жителям нашей необъятной родины. Мы чувствуем ваше тепло, заботу и поддержку. Только так мы сможем добиться больших успехов на фронте. Сегодня мы получили гуманитарный автомобиль, который позволит нам более оперативно выдвигаться в зону боевых действий, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать наших раненых товарищей. Большое спасибо. Вместе мы победим. Отдельное спасибо ребятам, которые нам привозят гуманитарную поддержку. Мы это ценим, мы это принимаем во благо, потому что вы помогаете именно моральному духу. Спасибо вам большое за это. Сегодня мы получили воду, машину. Самое главное – это тот самый автомобиль. Спасибо большое. Теперь мы будем намного быстрее. Выражаем благодарность от лица Медроты, которые находятся в запорожском направлении. Лидеру коммунистической партии Кемалу Буттаеву за предоставленные рации. Они нам нужны. Группе за наших, за предоставленную нам Ниву, которая нам необходима. Потому что мы часто выезжаем на передовую. По бездорожью наши автомобили не справляются. Мы приехали в Запорожскую область, а именно в город Бердянск. Привезли гуманитарную помощь, передали автомобиль Ниву военным врачам, а именно Урусову Марату. В виде гуманитарной помощи у нас еще была еда, вода для наших бойцов и также и для больных. Мы свою боевую задачу выполнили. Также будем продолжать заниматься гуманитарной помощью. У нас еще есть в списках автомобиль, УАЗик, который мы в ближайшее время будем объявлять сбор для других врачей Херсонской области. Отдельная благодарность коллективу ГТРК Карачаева-Черкесской республики, что поддержали нас, что приехали, сняли вот это видео, то, что мы планировали. Приехали в такую опасную зону боевых действий. Огромное спасибо тем людям, которые поддержали нас и вместе с нами. Здоровья нашим ребятам, чтобы поскорее закончилась эта война и чтобы живыми, невредимыми все они вернулись в свои родительские дома. Пусть наши родные и близкие дома, которые нас ждут, не переживают. Все мы вернемся живыми, здоровыми. Школы, организации, дети отправляют. Это тоже нас радует, подает боевой дух. Пусть дома нас ждут. Мы все вернемся живыми, здоровыми, к нашим семьям, родным и близким. Здравствуйте. Я позвонил, у меня Дики, родное мясо Дагестана, город Кизляр, села Черняевка. Хочу передать привет, большой салам Дагестану, Кавказу. Вместе мы сила до конца. Здоровья нашим родителям, которые за нас переживают. Хочу сказать им, не стоит переживать. Мы в безопасности, у нас все хорошо, у нас все отлично. Хочу передать привет своим родителям, маме, папе, своей сестре. Я вас люблю, ждите, скоро приеду. Не переживайте, все будет отлично. Вместе мы сила. Выполнив миссию, активисты за наших повернули домой. Впереди предстоит новая работа по сбору средств для покупки автомобиля УАЗ и очередного груза гуманитарной помощи. Мурат Женкезов, Лилия Шуштаева, Расул Бердиев. Вести, Карачаево, Черкесия.